В соседнем с Кубани у регионе, в Ростовской области, зафиксирована вспышка активности ядовитых пауков-каракуртов. Этот вид относится к роду черная вдова. Смертельно опасная членистоногая, уверенно подбирается к городской черте, и, как говорят арахнологи, войдет в Ростов уже в следующем году. На днях тревогу забил житель хутора Калинин. Он заметил на придомовом участке огромного черного паука. Донские ученые определили, что это каракурт. С этого дня они тщательно следят за ситуацией и проводят постоянные выезды в основные места обитания ядовитых пауков, на свалки, заброшенные пустыри. Лучший способ избежать укусов, говорят арахнологи, навести порядок во дворах, на садовых участках и улицах. В период миграции каракурты могут заползать в дома, особенно в сельской местности. Любят пригреться в обуви, в постелях, которые необходимо постоянно проверять. Если люди нашли этого паука, то лучше его стараться поместить в баночку и передать людям, которые занимаются исследованием. Может быть, арахнологам, энтомологам. Если носить на своем теле нашли, то ни в коем случае нельзя раздавливать, нужно смахивать. Если укус состоялся, нужно срочно обратиться к врачам. Это смертельно опасный укус. Я от нейротоксичного характера. Укус очень болезненный. Жгучая боль сначала вместе укуса, потом распространяется по всему телу. Возможные рвоты, тошнота, головокружение. Обращаться нужно как можно скорее в поликлинику. Используют против укусов пауков, каракуртов, противокаракуртовую сыворотку. Несмотря на то, что Кубань соседствует с Ростовской областью, ждать массового нашествия каракуртов в наш регион не стоит, успокаивают специалисты. Пауки не способны организованно преодолевать большие расстояния. Едничные перемещения в соседние регионы возможны, если паук проникнет в автомобиль с вещами или мусором. Редкие представители каракуртов могут встречаться на Черноморском побережье Краснодарского края, под камнями и различным мусором. В поселке Кабардинка пару лет назад турист сфотографировал крупную самку с коконом. А этим летом ядовитый собрат каракурта, желтый сак, укусил краснодарца. Членистоногая притаилась в тапках и атаковала их хозяина. Мужчина обратился к врачу с острой болью, его состояние удалось стабилизировать.